Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры, расскажет рокер Волощук. Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Сегодня у нас знаменательное событие! Барабанщик группы Волощука СД сдал на права вождение автомобиля. Еще он до этого сделал ряд важных событий в своей жизни поступков. Каких? Поступил на бюджет Московский государственный институт международных отношений, чем сэкономил папе многие сотни тысяч рублей. Второе. Он стал чемпионом Москвы по легкой атлетике в барьерном беге. Стал кандидатом в мастера спорта. Третье. Он победил московские спортивные студенческие игры. Стал победителем, представляя институт международных отношений. Там обычно побеждают спортсмены из спортивной академии, а тут выиграл спортсмен из МГИМУ. Что было для многих большим удивлением. И поэтому руководство Московского государственного института международных отношений присвоило ему именную спортивную стипендию. Его стипендии отличника. Он еще на отлично первый курс закончил. Поэтому сейчас у него обычная стипендия 3000 рублей и плюс 12 тысяч спортивная. Это вот 15 тысяч. И вот за все эти заслуги руководство группы Волочук СД дарит ему вот эту вот машину. Держи! Спасибо большое! Держи! Наслаждайся жизнью! Будь таким же жизнерадостным, как ты всегда и есть, спортивным. Не бухай, потому что потом это все боком вылезет. Будь человеком! А теперь для вас я вкратце расскажу об этой машине. И для тебя. Что это за машина? Это новая модель фирмы Kia корейской. Так как тебе еще рановато ездить на Мерседесе С-класса. Поэтому тебе будет киос. Начинаешь, чтобы водителя идеальная машина. Почему? Потому что, во-первых, она не такая мощная. Тут 600 лошадиных сил, а тут только 200. Поэтому тебе больше не надо. А эта машина набирает скорость на 100 километров за 10 секунд. Это за 3,5? Но тебе рано, ты будешь газовать, это опасно. А вот это самое оно. 10 секунд нормально. Она экономная. Ест 7 литров на 100 километров. Это, в принципе, очень вот так. Класс. Вот это вот такая машина. Значит, у нее новый дизайн. Очень красивый. Очень молодежный. Спортивный. Здесь прекрасные фары везде. И дизайн вот этот. Он называется улыбка тигра. Ого. О, красота. Смотрится хично, уверенно. Смело так. Энергично. Прекрасный автомобиль. Сейчас покажем двигатель. Сейчас все покажем. Красота. Но научились все-таки производители автомобилей делать прекрасные машины. Все компактно, красиво. Не надо туда лазить, ничего вообще. Работает все. И только воду заливай и масло меняй. Все четко. 191 лошадиная сила. Здесь идем смотреть багажник. Несмотря на то, что машина вроде бы небольшая, багажник достаточно большой. Объемный, вместительный. То есть удобно ехать на соревнования. Сюда большой чемодан, влаги, спортивная сумка. Все влезет. Багажник хорошенький. Что еще здесь прикольно? Если говорить об экстариере. Ну, мне нравится то, что здесь высокий клиренс у машины. Задом если сдавать, на бордюр не вылезешь. Но и спереди почти 18 сантиметров клиренс. Поэтому даже если ты спереди подъезжаешь к бордюру, то ты ее не зацепишь. Потому что вот здесь 12 сантиметров. Я все время опасаюсь зацепить бампером бордюр. А тут отлично. Безопасно, подъехал, все отлично. Даже если сугробы, тоже хорошо. Нормально. Вот такая машина. Теперь идем смотреть интерьер. Что, заводим эту красавицу. Вот она. Сигналы подает, что все, порядок, завелась. Я, как опытный водитель, сменивший за свою жизнь много машин. Хочу вам сказать. Машина, ну, просто великолепная. Вот Mercedes отличная машина. Но это просто класс. Здесь интуитивно все понятно. Не надо ничего читать. Дальше. Прекрасные панели. Прекрасные. Даже вот повернутые. Если в Mercedes просто ровно. Здесь она повернута к водителю. Очень удобно. Смотреть. Огромный экран. Очень удобный руль. С подогревом. Спортивного вида. Он мультиплексовый такой. Здесь можно включать климат-контроль. Звук. Радио включать. Все, что угодно. Все здесь. Дальше. Что здесь хорошо? Огромный люк. Тоже. Это очень удобно. Освещение. Все здесь хорошо. Все с подогревом. Переднее стекло. Заднее стекло. Боковые стекла. Стекла зеркал. И здесь очень много сделано для безопасности. Подушки боковые. Передние безопасности. Даже есть наколенная подушка безопасности для водителя. Что редкость огромная. Это только сейчас в современных машинах делается. Много подсказок водителю. И движение в полосе. И выезд за это пересечение полосы. И реакция автомобиля автоматически реагирует. Если ты приближаешься быстро к переди стоящей машине. Выезда задом из парковки. То есть для безопасности сделано максимально. Для комфорта. Все сидения с подогревом. Переднее еще и с кондиционером. С охлаждением. Попробуем прокатиться, сынок. Давай. Ты не против? Никак нет. Поехали. И на что хочу обратить внимание. Потрясающая вещь. Любой водитель знает. Справа и слева это слепые зоны. И поэтому, когда ты едешь на обычной машине, ты заглядываешь в зеркало. Нет там кого-нибудь на хвосте. Или с той стороны. А здесь, включая поворотник, зажигается камера и показывает, кто у тебя на хвосте. Этой стороны показывает. На хвосте. А этот с той стороны на хвосте показывает. Прекрасная функция. Едем на испытание. Что еще в этой машине хорошо? Она прекрасно реагирует как на педаль газа, так и на педаль тормоза. Поэтому это надо учитывать начинающему водителю, сынок. То есть очень плавно нажимать, что педаль газа, что педаль тормоза. Хорошо. Очень удобная машина, я повторюсь. Интуитивно понятно здесь все. Омыватели. Поворотники. Ближний и дальний свет. Все очень удобно включать. Что здесь еще удобно? Климат-контроль раздельный. И на переднее сидение, и на заднее сидение. Для задних пассажиров есть аж два входа для подключения телефонов и их подзарядки. Тоже очень удобно. Прокатимся чуть-чуть по набережной. По нашей любимой. Фрунзенской. Вот тут в Москве все набережные хороши, но Фрунзенская просто прекрасная. И Причистинская хороша. А вот это перед нами Дип-Академия. Вот она. Сынок, это может быть тут будешь продолжать учиться. Как будущий дипломат. Может быть. Константин Сергеевич. Я. Ну я вам вкратце рассказал. Тут столько функций, что я все не перескажу. Задавайте вопросы. Честно говоря, много эмоций. Спасибо большое. Пока что не знаю. Это моя первая машина. Сложно как-то оценить ее даже. Но вам виднее, как и опытному водителю. Я повторюсь. На Мерседесе вот этих всех функций намного меньше. Несмотря на то, что это С-класс. Это крутая тачка. Но здесь по безопасности супер. По комфорту супер все. Вот все сделали. То есть корейцы, которые еще совсем недавно не умели машины делать. Они уже такого класса делают машины. Великолепные машины просто. Класс. Сейчас прокатимся. И уже ты сам поедешь испытывать свою первую в жизни машину. Хорошо. Что бы я еще хотел сказать любителям рок-музыки и автолюбителям. Здесь есть прекрасная, очень простая в своей задумке, в решении, в инженерном, вещь. Но она гениальная. Сейчас, к сожалению, светло. Ее не так видно. Но если вот сюда посмотреть, вот сюда на стекло, то видно на нем скорость ограничения. И с какой скоростью мы едем. Просто великолепно. Не нужно заглядывать сюда, вот на приборную панель. Едешь, оно перед тобой прям. Во, класс. Очень удобно. Ну что, сын Оля, будешь катать теперь девчонок из института. Обязательно. Это первое дело. Когда по молодости машина первая. Это девчонок покатать. Принимай аппарат. Спасибо большое. Держись. И учись стучать как положено. Как это делают хэви-металлисты. С карданом. Быстро. Аккуратно. Потому что эта техника сейчас самая передовая. Хорошо. И эта самая передовая техника. Смотри. Садись за руль. И отвезешь меня к моей колымаге. Давай. Саживайся. Ну что, уважаемый любитель рок-музыки. Мы поехали. Ну а что делать? Некуда деваться. Надо только ехать вперед. К заре рок-н-ролла восходящей. Мы ее зажжем, я надеюсь. Ру-группа Волочука СД. Давай со нуля. Ну что, хорошо, сынок. Уверенно. Молодец. Дистанцию держи всегда. А на дороге от дистанции это первое дело. А машина как? Безумно нравится. Очень хорошо. Что хочу отметить. Здесь потрясающая камера заднего вида. Обратите внимание, как прекрасно все видно. Как в телевизоре. В цветном, в хорошем. Класс. И самое смешное. Это видно и днем, и ночью. Великолепное освещение заднее. Это то, чего не хватает в Мерседесах С-класса. Задом сдаешь. А освещение плохое. Еле видно. Ну все, прибыли. Ну что, сынок. Поздравляйте. Спасибо большое. С прекрасной машиной. Поздравляю с первой. Будь аккуратен, осторожен. Хорошо. Сильно не балуйся. И учись на отлично. Обязательно. А я поехал, сынуля. Ты на своей, я на своей. На Колумаге на своей. Хорошо. Все, давай. Из жизни русской профессуры. Из жизни докторов наук. Истории вам без цензуры. Расскажет рокер Валащук. Валащук.